Привет вам. Хочу некоторыми мыслями поделиться. Смотрите, сейчас, когда внимание всего мира естественным образом привлечено к трагическим событиям на Украине, не менее тревожные события, разворачиваются в другом конце мира, на острове Тайвань, который находится рядом с Китаем. Ну, вы помните, это так называемый мятежный остров, никем в мире не признанный из-за давления Китая. Они отделились от Китая в 1949 году. Вы помните всю эту историю, Чан Кайши, там и все прочее, Мао Цзюдун. Ну, вот, с тех пор остров борется за свою независимость пока не очень успешно. Кстати, что самое интересное, до 1971 года, если не ошибаюсь, Китай не состоял в ООН, поскольку Китай не признавался как законное государство, потому что вот в результате вот этой вот войны, национально-народно-освободительной китайской, в результате которой к власть пришел Мао Цзюдун, мир это долгое время не признавал, и именно остров Тайвань во главе с Чан Кайши, они считали вот законным правительством Китая в изгнании. И потом выгнали сам Тайвань, и Китай занял его место и в ООН, и в Совете Безопасности его. Короче говоря, Китай несколько раз предпринимал попытки вооруженного вторжения на остров, чтобы, так сказать, восстановить территориальную целостность. Но каждый раз неудачно. На острове долгое время была размещена американская армия, там были десятки тысяч американских военнослужащих, так называемом United States Taiwan Defense Command, чье число постепенно сокращалось, сейчас их там около 100 человек, находятся наблюдатели. Ну и плюс сам Тайвань сильно укрепился, и риторика Китая стала чуть более миролюбивой. Ну, грубо говоря, угроза войны отступила. На сегодня Китай, которая внимательно, естественно, мониторит ситуацию вначале в Армении, теперь вот то, что происходит на Украине, китайцы, естественно, делают вывод, что пришло время снова заняться Тайванем и начать делать соответствующие агрессивные заявления. Но это может не ограничиться просто заявлением. То есть власти Китая говорят, что все-таки пришло время восстановить территориальную целостность и вернуть себе мятежный остров, над которым они потеряли контроль еще в 1949 году. Но китайцы люди умные, рациональные, они прекрасно видят, что мир изменился, и каждый сражается сам за себя. Они видят, что произошло в Армении, и никто, разумеется, за Армению не вступился. Они видят, что происходит с Украиной. И, соответственно, они понимают, что, скорее всего, никто не ступится и за Тайвань. Правда, в случае с Тайванем решить вопрос силовым путем для Китая будет, ну, довольно сложной задачей. Потому что, даже если не брать в расчет там размещенных американцев, ну, это не так много. Хотя американцы могут перебросить с базы Буам и с других, значит, баз на Тихом океане подкрепление Тайвань. Ну, даже если этого не произойдет, ну, Тайвань-то не Украина. Тайвань имеет, конечно, несколько меньшее население, чем Украина. В Тайвань сейчас проживает около 23 миллионов человек. Но он отделен от Китая проливом. И между ними более 100, даже, точнее сказать, это 140-160 километров моря. То есть, напрямую туда не вторгнуться. Это надо высаживать какой-то морской десант с танками. Это, ну, это довольно сложно, да. Кроме того, Тайвань, начиная с 49-го года, усиленно вооружается, имеет очень сильную экономику. И не случайно его называют азиатским тигром. Ну, в частности, у Тайваня 600 новейших боевых самолетов, 200 тысяч солдат. Ну, плюс 2 миллиона тайваньских солдат, прекрасно подготовленных к резерве. Довольно мощный военный морской флот. И серьезные ракетные войска, способные поразить любую цель на территории Китая. Но, на самом деле, дело даже не в Тайване как таковом. Дело не в Китае как таковом. Дело в том, что рушится мировой порядок. И каждый творит все, что ему в голову взбредет, без всякого риска, что это как-то должным образом будет оценено и наказано. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok